Добрый день! Приветствую всех, кто присоединяется к нашему прямому эфиру. Давно я не проводила прямые эфиры. И сегодня мы с вами поговорим о тазовом дне немножко. Немножечко познакомимся с анатомией. И параллельно я поделюсь информацией, которая у нас есть. И начну сразу с изменений, которые появились в нашей онлайн-школе. Итак, у нас изменилось расписание нашего онлайн-клуба. Мы теперь занимаемся в четверг и в субботу. Соответственно, вы можете в субботу, если вдруг у нас есть разные часовые пояса, и у вас нет возможности присоединиться, то суббота вполне возможно, удобное для вас время. Сейчас у нас стартовала вторая неделя. Мы работаем в цикле про зрение. Мы работаем с нашим зрением, с нашими глазами. Мы стараемся улучшить и осознать наши привычки, как мы используем зрение. Соответственно, если вам интересно, присоединяйтесь. Занятие у нас проводится в Инстаграме и параллельно дублируется запись в Телеграме. И я веду поддержку в чате, то есть вы получаете мою поддержку. Следующий важный момент. У нас ушли все курсы, которые я проводила раньше, как и говорили мы об этом. Но у нас стартует 1 апреля. Все говорят, 1 апреля никому не верю. У нас стартует новый мини-курс, новый формат. И в этом мини-курсе мы с вами будем улучшать состояние. То есть у нас будет тема «Здоровый плоский живот». У нас есть такой бесплатный марафон с таким названием. Но это будет мини-курс «28 дней». Маленькие уроки от 5 до 15 минут. Высокая вероятность, что сразу получаться все не будет. Но все же это те уроки, которые приведут к тому, что ваш живот будет плоским. Но он будет не просто плоским, он будет функциональным. Это значит, что у вас будет хорошая мышца тазового дна, у вас будет хорошее лицо. Это повлияет на вашу осанку, потому что все равно мы будем работать со всем телом целиком, так или иначе. Но если уроки этого курса у вас получаются, у вас точно будет плоский живот. У нас такой акцент будет на 50+. Мне в этом году уже будет 51. И я уже фактически прошла фазу климактерическую. Соответственно, я могу сказать, что можно сохранить живот, можно сохранить тело, можно сохранить свое лицо. Не так страшно, как нас пугает. И что важно, эти упражнения, которые будут показывать степень управления, мы будем работать с управлением силы. И делая эти упражнения, вы будете понимать, что вы всегда можете начать с первого шага и восстановить управление телом. И это не только для женщин, это будет и для мужчин важно, потому что животики появляются и у мужчин в том числе. А самое главное, мы создадим опору для внутренних органов и создадим условия для лучшей работы и пищеварительной системы, и эндокринной системы. Значит, это анонсы, которые у нас будут. Стартуем мы 1 апреля, это суббота. Итак, начало продаж мы начнем с 20 марта, и больше информации будет, конечно, после 20 марта. Поэтому, если интересно, ссылка у нас в инстаграме будет на этот мини-курс. Еще разочек, 28 уроков, это много, но они маленькие, они небольшие. Я буду с вами 5 недель, я буду отвечать на ваши вопросы в отдельном чате. И параллельно вы можете присылать мне видео для разбора, для того, чтобы я давала обратную связь. Обычно всегда что-то обещают, и я всегда говорю, что я могу пообещать вам при условии, что вы научитесь выполнять это движение. И вот самое важное, обучиться выполнению движения, и тогда точно ваш живот будет плоским. Теперь немножечко по теме тазовое дно. Мы решили, вы проголосовали, что в бесплатный доступ из наших марафонов мы берем в первую очередь марафон по тазовому дну. Вы видите информацию, он публикуется каждый четверг, публикуется один урок. Это действительно даже лучше, чем когда были платные марафоны. Почему? У вас есть время освоить урок, у вас есть время на домашнее задание, чтобы освоить базу. Практика показывает, что, к сожалению, у нас мало грамотности по отношению того, что же такое мышцы тазового дна, что у нас с внутренними органами, которые там находятся. И это незнание позволяет создавать много мифов, связывать работу ягодичных мышц с мышцами тазового дна. Да, ягодицы с запирательными могут влиять, но это не мышцы тазового дна. Для этого достаточно набрать мышцы тазового дна, конкретно, которые относятся к тазовому дну, и понять, что работа с тазобедренными, она посредованная. То есть, в первую очередь, это работа по управлению мышцами тазового дна. Сейчас немножко анатомии. Я буквально подготовила картинки, и в Инстаграме есть такая особенность, что можно делиться картинками. Я уберу комментарий, и у нас ровно 30 минут, потому что в 19 у меня прямой эфир на Ютубе, мы сейчас изменили и график проведения. Итак, давайте разберемся с такими картинками. Что же представляет собой чаш таза? Мы видим ее сзади, и зеленым цветом выделен крестец. У нас получается, что сзади мы видим поясничный отдел позвоночника, продолжается крестцом. Крестец соединяется с двумя большими подвздошными костями. Снизу мы видим две косточки, так называемые седалищные, на которых мы сидим. Часто говорят, мы сидим на седалищных буграх, вот выпирающая часть. А за крестцом находится копчик. И спереди у нас есть кости лобковые, то есть фактически три пары костей. Подвздошные, значит, седалищные и лобковые сообразовались, соединились в одну кость, где они соединяются с частью позвоночного столба крестцом. То есть наша чаша таза состоит из этих костей. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, насколько связочный сухожильный аппарат поддерживает нашу чашу таза. То есть это не нечто нестабильное, это не нечто что-то такое, пытающееся очень быстро, которое может повиняться. Наш таз удерживает связочный аппарат и мышцы. То есть от того, в каком тонусе находятся связочные аппараты и мышцы, будет состояние нашего таза. Теперь давайте посмотрим на наше тазовое дно с точки зрения вид спереди, весь костный скелет. Мы зеленым опять выделяем перед собой крестец, и мы видим с вами действительно чашу. Это женский таз, мужской таз, чуть меньше угол, чуть выше вертикально подвздошные кости. Это связано с деторождением. Итак, мы говорим, что у нас есть чаша, и фактически можно разделить в три отверстия. Верхнее отверстие, среднее отверстие, которое важно для прохождения плода, и у нас снизу находится тоже отверстие. И это очень важно понимать, что снизу никакой структуры жестко-костной у нас под чашей таза нет. То есть, фактически у нас есть отверстие. Давайте посмотрим на... Вот я сейчас посмотрю, готова ли у меня какая-то есть ли у меня картинка. Ну вот давайте посмотрим вот таким образом на картинку. Я сейчас вот так покажу. Мы потом ее разберем еще чуть больше. Это вид снизу. Спереди две лобковых кости. С боков седалищные кости. А сзади, снизу, мы видим копчик. То есть, фактически, все, что мы видим красным, это отверстие, закрытое мышцами тазового дна. У нас с вами отверстие. И очень часто есть разница в понимании, что же у нас с этим отверстием. Выясняется, что у женщин есть три отверстия. У нас есть мочеиспускательный сфинтер, у нас есть влагалище, у нас есть анус. У мальчиков два отверстия. И давайте здесь, на этой картинке снизу, мы поймем... Дам одну картинку, вернусь сейчас к этой картинке. Итак, мы посмотрим на наш таз, опять же, сзади, с точки зрения мышц тазового дна. Внимание! Две зелененьких полосочки. Одна практически горизонтальная, поверхностная мышца, которая не несет нагрузки на удержание чаши таза. Не несет нагрузки, никакой. То есть, это поверхностная группа мышц, которая отвечает за возбуждение, за оргазм, за экуляцию. Вот это все то, что связано с поверхностной частью. И это тоже мышцы скелетной мускулатуры, которые мы можем сокращать, которые мы можем расслаблять. Значит, на что стоит еще обратить внимание анатомически? Давайте посмотрим на такую картинку. Вот это чаша таза, да, pelvic floor. То есть, это наше тазовое дно. Подчеркиваю, что у нас нету мышц, например, запирательной мышцы здесь. Это она не относится напрямую к мышцам тазового дна. Мы видим, что здесь не видны три отверстия, но это тоже женский таз. Мы видим отверстия, которые окружены сфинтры. Круглые, мощные мышцы. И если посмотреть направление, три мышцы, которые называются лонно-прямокишечная, лонно-копчиковая, подвздошно-копчиковая, это мышцы, которые относятся к одной группе, ее называют леватор ани. То есть, мышцы, подтягивающие анус. Что для нас важно? Мы потом чуть больше разберемся. Что состояние мышц тазового дна, вот давайте еще вот эту картиночку посмотрим, чтобы у вас сложилось, чтобы она была сбоку. Почему столько вот этих разговоров про мышцы тазового дна? У нас с вами, без костей, мы видим внутренний орган. С этой стороны мы видим брыжейку, то есть часть большой сальник, перед которым будет находиться поперечная мышца живота, об этом мы поговорим в следующий раз. Мы видим петли розовенькие тонкого кишечника. Мы видим спускающуюся сверху сигмовидную нисходящую ветвь кишки. И обратите внимание, которая углом уходит из угла левого сигмовидная кишка и выходит в ампулу прямой кишки, заканчивающейся сфинтром. Рядышком находится влагалище, которое уходит мягко в трубку и в матку. А еще рядышком мы видим мочевой пузырь. Три отверстия, три органа. И теперь снизу, напоминаю, у нас отверстие. Понятно, что там хороший связочный аппарат. Понятно, что там хороший. Но, а если у нас много сверху объемной ткани кишечника, жировой ткани, мы еще с вами опустились вниз. Что происходит с мышцами тазового дна? Мышцы тазового дна, они включены в паттерн дыхания. Они должны реагировать на увеличивающееся внутрибрюшное давление. И здесь нас с вами, давайте сделаем вот такую, уже как бы чуть-чуть со стороны. Мы посмотрим на, что же делают наши мышцы тазового дна. Красненькие мышцы с тазового дна. Вот они поддерживают вот эту конструкцию трех систем. Система, которая связана с пищеварением. Система, которая связана с репродуктивной частью. И система, которая связана с выделительной частью. То есть фактически в чаше таза заканчиваются три важных системы. И попробуйте, мы получите проблемы на уровне геморроя, запоров, на уровне недержания мочи, невозможности до конца испражниться. Проблемы, которые связаны с положением матки, с воспалением матки. Вот эти все проблемы могут иметь механическую часть. На что стоит еще обратить внимание? Мы посмотрим мужской таз. Давайте возьмем то же самое. Обратите внимание, что есть разная, другая архитектура. Но что мы видим? Мочевой пузырь, а под ним маленькая розовенькая простата. А что у нас будет с прямой кишкой, с ампулой прямой кишки, если вдруг по каким-то причинам, вот на наших уроках, первое внимание, мы вообще наблюдаем, а что у нас с мышцами ануса? Что у нас с этой волшебной мышцей ануса? Потому что если она у нас все время с вами сокращена, а она может быть сокращена, потому что мы находимся в активной симпатике, и это приводит к тому, что у нас происходит напряжение в области прямой кишки, и автоматически напрягаются мышцы ануса. Вот это волшебные мышцы тазового дна, вот они. Отверстие, которое дальше от нас, это отверстие со стороны ануса. Вот если мы все время напрягаем сфинтер, подумайте, что будет с вашим копчиком, куда он сместится. И если мы смотрим, что с боковой плоскости, давайте возьмем, чтобы нам было понятнее, ну вот давайте женский таз будет понятнее, Наш копчик смещается в сторону лонного симпсиса, в сторону лобковых костей. Что произойдет с нашим тазовым дном? Наше тазовое дно начнет опускаться вниз. Всего лишь привычка зажимать мышцы ануса. Потому что стесняюсь, вдруг у меня метеоризм, стесняюсь, вдруг у меня проблемы связанные с дефекацией, просто боюсь, потому что при боюсь у нас всегда мышцы ануса будут сокращаться, сижу на своем собственном копчике, создавая напряжение. То есть очень важно понимать, что маленькие особенности могут колоссально влиять на ваши мышцы тазового дна. И теперь давайте мы все-таки к нашей вот такой картиночке, нам будет с ней понятно. Итак, это наши мышцы тазового дна. И мы видим поверхностный слой, который мы фактически можем разделить на треугольник. Поверхностный слой, напоминаю, это мышцы, которые отвечают за, чтобы выделилась смазка, чтобы мы возбудились, чтобы был оргазм, чтобы была эякуляция, чтобы была нормальная эрекция. Это все одна группа мышц. И мы с вами видим, они поверхностные. У нас вокруг, да, вот еще особенность, почему женщины чаще страдают проблемами, которые связаны с мышцами тазового дна, с опусканием, с подтеканием, с пролапсами. Обратите внимание, что когда мы нарисуем образно восьмерочку, вот это место синенькое пересечение двух кружочков, это так называемый сухожильный центр, это то, что центрирует, выравнивает наши мышцы тазового дна. Анатомически наша шейка матки должна находиться точно под этим сухожильным центром. И у нас получается, что мышца сфинкерная ануса одна из самых сильных, плюс у нас очень много мышц, которые участвуют в удержании, то из-за родов, из-за неправильного внутрибрюшного давления, очень длительный такой, длительный кашель, у нас передняя часть диафрагмы, она слабоватая, потому что два отверстия, две зоны напряжения. Так вот, на что мы обращаем внимание? Луковично-губчатая мышца, которая проходит вокруг, которая создает нам основы для возбуждения с точки зрения клитора, с точки зрения эрекции у мужчин. У нас есть мышцы с двух сторон, всегда лично пищеристая, и у нас есть тоненькая поверхностная поперечная, и большая наружная поперечная, и внутренняя поперечная. Вот эта группа мышц относится к поверхностным мышцам. На что стоит обратить внимание? Что мы можем управлять каждой группой мышц, потому что они относятся к группе поперечно-полосатых мышц, то есть теми мышцами, которые мы можем сокращать и не сокращать. В чем наша большая значительная проблема? Она заключается в том, что мы не знаем анатомию, мы не понимаем, что происходит в этом тазу, нам очень часто бывает просто страшно, неудобно, некомфортно, но это три системы в чаши таза, не говоря уже о детородной функции и всем остальном. Поэтому, если вы хотите разобраться, научиться управлять, понять, что может влиять на ваши мышцы тазового дна, я рекомендую, проходите уроки, и это здорово, что они публикуются раз в неделю, потому что у вас есть время для того, чтобы научиться. Второй важный момент. Я рекомендую параллельно с этим курсом, бесплатным марафоном проходить еще один бесплатный марафон, марафон по дыханию, потому что от того, как вы дышите, от того, что происходит с вами, будет зависеть вся ваша жизнь. Это первый паттерн, это первое действие, которое мы делаем в этом мире и которое позволяет нам заявить, вау, я родилась, я родился. Значит, буквально немножко я отвечаю на ваши вопросы, если они есть. Значит, и мы с вами встречаемся по четвергам, вы проголосовали в 18.30, я буду полчаса каждую неделю выходить, для того, чтобы осветить чуть-чуть анатомическую часть, чуть-чуть теории и параллельно ответить на вопросы, если они есть. Итак, если есть вопросы, задавайте, не обязательно по теме тазового дна. Если вопросов нету, значит, тогда жду вас на наших бесплатных курсах. И еще разочек, я постулирую и всегда говорю о том, что быть здоровым просто, а уйти в ремиссию просто. Все будет зависеть только от того, насколько вы готовы поменять привычное действие. Да, возвращаясь к нашему мини-курсу «Здоровый плоский живот». Я покажу вам, кто придет ко мне, как можно дома, не потея, не ограничивая себя в еде, не считая калорий и всего остального, иметь здоровый плоский живот. Потому что мышцы и питание, да, у вас может быть жировая прослойка, но жировая прослойка на прекрасной вертикали, на хорошем положении таза, она не видна, она не бросается в глаза, и нам, девочкам, нужно иметь жировую прослойку, особенно если мы находимся в турбулентном периоде, который нужно сохранить. Так, что можно сделать с нарушениями, а не очень мне читается, приливами? Это в любом случае работа с мышцами тазового дна, потому что это один из симптомов, который говорит, что где-то вегетатика в дисбалансе. Когда мы работаем с мышцами тазового дна, создаем условия хорошие для репродуктивных органов, в данном случае мы создаем условия, чтобы было понятно в чаше, еще давайте одну картинку покажу, чтобы не быть голословным. Вот она, волшебная наша чаша таза, уберу немножечко комментарии, посмотрите, какая прелесть. Мы в чаше таза видим и выступающих из лонного симфиза шапочку мочевого пузыря, над ней мы видим свою матку, а с двух сторон мы видим свои яичники. Когда эти органы могут чувствовать себя хорошо? Когда мышцы, связки, ваш паттерн дыхания, ваша вертикаль оптимальны. Если у вас есть позы нога на ногу, если у вас есть позы, если у вас есть большой животик, если у вас есть изменения, очень часто происходит нарушение, фиксация в грудопоясничном переходе, это то, что будет влиять на чашу таза. Влияем на чашу таза, влияем на работу внутренних органов. Поэтому гораздо проще всегда структурно собирать себя и, соответственно, иметь возможность убирать эти причины. Я давала такую рекомендацию, что можно использовать одну столовую ложку сухой петрушки, именно сухой, сушеной, для помощи в гормональном фоне, абсолютно в таком вегетативном контексте. То есть это влияние будет не я пью гормоны, да, растительные, нет, это будет большее влияние на вегетативную систему. Так, жду ваши вопросы, если они еще есть. И если нет вопросов, мы будем заканчивать. Можете задавать вопросы под видео. И иметь здоровые мышцы тазового дна легко, в этом нет никакой сложности. И статистически есть исследования, которые говорят, что так или иначе проблемы, связанные с мышцами тазового дна, с мочевым пузырем, с маткой, с прямой кишкой есть у каждой третьей женщины старше 30 лет и у каждой восьмой девушки. И чаще всего причина в незнании. Не потому, что или мы это не считаем проблемой, было у мамы, есть у меня, это абсолютно необязательно, или мы стесняемся сказать о том, что есть эта проблема, но проблема из какой-то небольшой может перенести в хроническую и потом создавать гораздо больше ограничений. Ну, например, вы, может, вы там, вот сейчас, если вы столкнетесь, возьмите, опросите женщину, там, 50+, да, но она скажет, я не могу бегать, я не могу прыгать, мне нужна специальная урологическая прокладка, я не могу кошлянуть. И чем старше будет становиться женщина, тем чаще эти проблемы мы можем услышать. Но вы можете жить без них, вы можете жить абсолютно комфортно, точно так, как вы были в молодости, прыгать, бегать, и все будет прекрасно. Вопрос в том, что вы просто перестали ощущать и управлять этой грубой мышцей, вы можете вернуть это управление. Марафон по тазовому дну абсолютно бесплатный, это подарок для всех женщин, и не только женщин и мужчин. Мышцы тазового дна проблемные могут быть и у мужчин, если была большая нагрузка, где было большое внутриобрешное давление. Возможно, те, кто занимаются тяжелой атлетикой или работают силово в зале, но неправильно дышат, нарушен паттерн дыхания, это тоже может быть большой проблемой. Еще раз подчеркиваю, мышцы тазового дна, это не только про удержание, это про ваше удовольствие, это про ваше возбуждение, это про ваше удовлетворение. То есть это значимая часть нашей жизни, поэтому важно, эффективно, комфортно пользуйтесь. И объективно сказать, что вот все марафоны платные, они только за деньги. Ребята, огромное количество бесплатного материала. Я всегда отвечаю на ваши вопросы. Было бы ваше желание, вы будете здоровы, но тут уже зависит только от вас. Если вопросов нет, я с вами прощаюсь, встречаемся через недельку, изучайте анатомический материал, изучайте, знакомьтесь и встретимся через неделю.